Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире. Более 15 лет назад в моем сердце появилось желание поехать туда, но, как многие из вас знают, это дорого. В то время это была большая финансовая жертва для меня. Я хотел поехать, но откладывал поездку, потому что, по правде говоря, это была дорогая поездка. Где-то в это же время я получил видение во сне. Я оказался за пределами Земли. Я смотрел на нее сверху вниз из космоса, словно космонавт, который взлетел на ракете, поднялся на тысячи километров и глянул на Землю из космоса. Я смотрел на Землю из космоса, и я увидел сферу над Землей. Это была круглая сфера, которая находилась прямо над земным шаром, прямо над миром. Эта сфера двигалась от Земли к небесам. А на вершине сферы, которая поднималась с вершины мира, я увидел Израиль. И тогда я ощутил славу Божию. Через все это Господь пытался передать мне, что Израиль возносится над землей так, как ни одна другая страна. Бог связан с этой землей уникальным образом. Я не хочу отбрасывать тот факт, что Бог вездесущий. Мы можем переживать Его там, где Он захочет явить Себя. Но при всем этом, мы должны помнить, что Израиль — это земля, которую избрал Бог. В сегодняшнем выпуске я покажу вам три особых места на Святой Земле. В первую очередь, мы отправимся к пещерам Энгеди. Я буду говорить о принципе, который мы видели в сердце Давида, и который мы можем применить сегодня в своей жизни. После этого, мы отправимся в Содом и Гаморру. Там мы поговорим о том, чему нас учат Содом и Гамора, и как они связаны с нашим хождением сегодня на земле. Ну а закончим мы на том, что отправимся в пустыню Синай. У меня есть особое слово сегодня, которое обращено ко всем вам. Спасибо, что остаетесь с нами. Пожалуйста, досмотрите программу до самого конца, потому что вы увидите то, что никогда еще не видели. Я люблю вас. Давайте отправимся в Израиль. Я нахожусь возле Энгеди. Сразу же вспоминаю, как Давид прятался в пещерах Энгеди, когда бежал от Саула. Я поражаюсь тому, как Саул гнал Давида. Долгое время его жизнь была под угрозой, но он отказывался пойти против Саула. Он говорил, «Я не подниму руку на помазанника Господнего». Это было действительно невероятно. Хоть Саул и вел себя нечестиво, Давид не поднимал свою руку на него, потому что уважал положение Саула. Сегодня мы забыли об этом в нашей культуре. Мы чувствительны ко греху, но не чувствительны к власти. Но если посмотреть на пример Ноя, когда Ной опьянел, то мы видим, что двое сыновей защитили положение отца, защитили его честь, зайдя в пещеру задом наперед. Но один из сынов увидел наготу отца и в итоге оказался под проклятием. Опять же, я хочу напомнить вам о том, что мы должны воспитывать не только чувствительность к греху, но и чувствительность к власти. Потому что всякая власть идет от Бога. Мы должны уважать людей и то положение, которое они занимают. Сегодня с вами я, Равин Шнайдер. Пусть Бог благословит вас и шалом. Мы посмотрим на эту ситуацию немного под другим углом, когда вернемся в студию. Оставайтесь с нами и продолжайте смотреть. Итак, Саул царь, он гонит Давида, хочет забрать у него жизнь. Давид прячется в Энгеде. У Давида было несколько возможностей забрать жизнь у Саула, не позволить тому убить его. Но вместо этого Давид не нападал на Саула. Давид сказал, не мне поднимать руку на помазанника Господа. «Больше всего меня поражает то, что Давид имел дело с отвергнутым царем. Саул осквернил себя, но Давид не поднял на него руки». Хоть Саул и осквернил себя, он занимал пост помазанника Господнего. Это говорит о том, что Давид уважал Божью власть. Давид не забрал жизнь Саула не потому, что Давид уважал Саула как личность, а потому что уважал Бога, его суверенность и власть. Я говорю об этом, потому что наша культура осквернила себя в отношении людей власти. Мы должны помнить вот о чем. Люди, стоящие у власти в этом поколении, часто являются нечистыми, имеют неправильные мотивы, творят незаконные вещи. Они как Саул, который также был нечист и творил беззаконие. Но мы должны поступать как Давид. Давид не мстил тем, кто стоял у власти, потому что он понимал, что эти люди представляли Божью власть. Я понимаю, что у этого правила могут быть исключения. Но проблема в том, что сегодня люди постоянно говорят об исключениях. Если нам не нравится, что сказал пастор, то что мы делаем? Мы начинаем сплетничать о нем. Возлюбленные, если нам не нравилось что-то, что сказал пастор, то это не причина и не оправдание, чтобы сплетничать о пасторе. Давид не поступил бы так. И не потому, что он уважал все, о чем говорил Саул, а потому, что он уважал Бога. А так, как он уважал Бога, то уважал и пост, который занимал Саул. Послушайте, без уважения наша культура падет. Мы должны уважать полицейских. Да, некоторые из них коррумпированы. Но мы не можем ненавидеть весь департамент полиции. Мы должны уважать институцию. Это то, чему нас учит послание к римлянам. Мы должны уважать пожилых, учителей, людей, занимающих посты в правительстве. Это не означает, что мы обязаны соглашаться с ними. Но у нас не должно развиться неправильное отношение к ним, даже если они осквернили себя, потому что мы понимаем, что Писание говорит о том, что всякая власть приходит от Бога. А тот, кто противится власти, противится повелениям Божьим. Я понимаю, что это тайна, у которой есть свой баланс. Но я хочу напомнить вам о базовом принципе. Мы должны научиться проявлять уважение и признательность людям во власти. И все это основывается не на личности, а на том факте, что Бог дает власть. И так как мы признаем Его власть, мы уважаем людей во власти. Надеюсь, это поможет вам. Мне кажется, что это учит нас тому, что куда бы мы ни шли, мы должны уважать людей, стоящих во власти в этом месте. Иначе говоря, если мы идем в ресторан, и менеджер этого ресторана является человеком, имеющим власть, мы должны проявить уважение. Мы должны уважать пожилых людей. Я призываю вас проявлять любовь и уважение духовным лидерам. Писание говорит, что если мы не будем поступать так, то это будет неполезно нам. Возлюбленные, давайте восстановим культуру освящения и уважения в сердце. И ведь когда мы проявляем уважение к другим, то это делает нас выше. То же самое касается и женщин сегодня. Часто женщины думают, что должны бороться против мужчин, потому что часто мужчины поступали неправильно, неправильно использовали свое положение мужа, главы дома. Из-за этого женщины часто думают, что не могут доверять мужчинам в целом. Им кажется, что они должны постоянно защищаться. Но я хочу сказать женам Божьим, вы не должны поступать так. Просто повинуйтесь, идите его путями, и это сделает вас выше. Подчиниться и проявить уважение с должным духом не делает вас слабее или ниже. Это делает вас, наоборот, сильнее и выше. Давайте учиться на примере царя Давида, который любил Бога всем сердцем и имел уважение к власти, даже когда личность, стоящая у власти, была так далека от идеала. Поэтому из-за этого, и Бог любил его, он называл его мужем по сердцу своему. Я покажу вам новый фрагмент из Израиля. Мы перейдем к другой теме. Отправимся в Содом и Гоморру. Я нахожусь в городе Содом. За мной вы видите большой столб. Некоторые говорят, что это жена Лота. Я не уверен в этом, но я знаю, что это библейский город Содом, о котором говорится в Торе, в Ветхом Завете. Господь уничтожил этот город из-за множества грехов. Но главный грех, из-за которого был уничтожен этот город, это гомосексуализм. Я знаю, что в нашей культуре это считается нормой, приемлемым образом жизни. Но если базируемся на записанном Слове Божьем, то видим, что в Торе и в Новом Завете говорится о том, что этот город был виновен в Содомии, гомосексуализме. Мы не можем сказать, что слова Бога больше не применимы к нам. Бог создал мужчину и женщину по своему образу. И глядя на уникальность мужской и женской анатомии, мы видим, что они были сотворены друг для друга в сексуальном плане. Вот почему ребенок может родиться только у мужчины и женщины, а не у двух мужчин или двух женщин. Я хочу сказать вам, культура и система ценностей людей меняются, но это не должно влиять на верующих. Мы, верующие, должны помнить, что наша система ценностей базируется на Слове Божьем, независимо от того, что говорит культура вокруг нас. Библия говорит, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего через Слово Божие». Я считаю, что дух гомосексуализма будет расти в этом мире. Он усиливается не только на Западе. Страны, которые раньше не знали о нем, теперь столкнулись с ним вплотную. Я часто бываю в Африке. Они против той системы ценностей, которую принимают у нас. Но мы видим, как со временем эта система ценностей, которая принимает гомосексуализм, проникает в различные части Африки и на другие континенты. Я хочу ободрить вас. Мы любим всех. Ваш грех простили. Так же, как и грех гомосексуалиста. Но не можем называть белое черным, а черное — белым. Гомосексуализм всегда будет против того, чему учит Слово Божие. Мы должны сделать правильный выбор. Должны выбрать истину. И это прежде всего. И даже тем людям, которые считают, что родились таковыми, а именно гомосексуалистами, Библия говорит, что все старое прошло, и теперь все стало новым. В завершении я хочу сказать, что люблю тех, кто попал в ловушку гомосексуализма. Люблю вас любовью нашего Бога. Иисус любит нас слишком сильно, чтобы оставить нас. Если вам кажется, что сегодня вы оказались в ловушке гомосексуализма, то я хочу, чтобы вы знали, что Царь Иисус может изменить вас, омыть вас и преобразить. Бог любит нас, но мы можем создавать Бога по нашему образу. Если мы говорим, что верим в Иисуса, то должны верить в Иисуса Библии, потому что это единственная книга об Иисусе. Библия учит нас, что Бог создал человека по своему образу, мужчину и женщину. Он создал нас разными. Сегодня я говорю вам, не сообразуйтесь с культурой мира, а следуйте Божьему Слову. Бог слишком сильно любит нас, чтобы оставить нас в таком положении. Давайте приблизимся к Нему. Если нам нужна помощь, обратитесь всем сердцем, силой и душой, и Он преобразит вас. Как видите, я в Израиле. За мной западная стена. Ранее я делился благою вестью о Мессии Иешуа с пятьюстами неверующими русскими евреями, и треть из них приняли Господа. Возлюбленные, благодаря вашей поддержке мы ездим в Израиль и по всему миру, проповедуя радостную новость о Мессии Иешуа. Библия говорит, что Иисус вернется, когда Евангелие будет проповедано всему миру. Вы сотрудничаете с Господом, посылая евангелистов вроде меня. Вы ускоряете день возвращения Господа. Возлюбленные — это важное служение. И вы являетесь его частью. Без вашей любви, молитв и финансов, множество людей в мире, и особенно здесь, в Израиле, никогда бы не спаслись. Я хочу поблагодарить вас за поддержку. Я хочу, чтобы вы знали, каждая душа, которая приходит к Господу, приходит благодаря вашей любви, молитве и финансовой поддержке. Вы получите награду за всех тех, кто спасся. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. И говорю вам из Иерусалима шалом и шалом. А теперь мы отправимся в пустыню Сен-Ай. Вам может показаться, что там нет ничего такого, но возлюбленные — в этом и суть. Я вернусь к вам буквально через минуту и дам вам практический урок. Я в пустыне Сен-Ай. Вы видите невероятную красоту позади меня. Знаете ли вы, что именно сюда Господь призвал детей Израиля из Египта, чтобы поклониться Ему? Мы читаем в Исходе, 5 главе, 1 стихе, что Моисей и Аарон пошли к фараону и сказали от имени Господа, «Отпусти мой народ, чтобы они совершили праздник в пустыне и поклонились Мне». Это невероятно. Только подумайте. Господь позвал Израиля поклониться Ему, принести жертвы и отметить праздник здесь, в пустыне. Это может показаться странным. Зачем Богу вести еврея в пустыню, чтобы поклониться Ему? И зачем Он сказал им устроить праздник в пустыне? Часто мы смотрим на пустыню, как на место, где нет чего-то, где мало воды, мало еды, не на что смотреть. Так почему же пустыня? Потому что именно в таких местах мы ближе всего к Господу. Лишь в пустыне дети Израиля получали ман, которая падала с неба 6 дней подряд на протяжении 40 лет. И только в пустыне они видели проявление славы Божией, которое стояло над скиней, видя облако днем и огня ночью. Я хочу сказать вам, если вы сейчас в пустыне, не тратьте это время напрасно. Ведь часто именно в пустыне голос Отца слышен лучше всего. Часто именно в пустыне мы получаем уроки, о которых помним до конца своей жизни. Возлюбленные. Есть вещи, которым мы можем научиться лишь в пустыне. Давайте не будем тратить этого времени даром. Апостол Павел сказал во втором послании к Коринфянам первой главе, что он был отягчен сверх меры, что не надеялся остаться в живых. А потом он сказал, что эта пустыня, образно выражаясь, пришла для того, чтобы он научился доверять Богу, который воскрешает мертвых. Помните, его сила совершается в нашей слабости. Очень часто пустыня — это место слабости. Но Бог обязательно встретится с вами в пустыне. Вам только нужно ожидать его. Хочу, чтобы вы знали, что пустыни не избежать. Я верю, что наша жизнь состоит из цикла пустынь и прорывов к радости. В пустыне Бог делает определенные вещи в нашей жизни, которые не может сделать, когда жизнь кажется легкой и комфортной. Пустыня представляет тот факт, что у нас нет другого обеспечителя, кроме Бога. Иисус пошел в пустыню, когда Бог дал ему силу на служение. Он вышел из реки Иордан, и Дух Божий повел его в пустыню, где он постился 40 дней. Если вы сейчас в пустыне, то, наверное, должны быть там. Не упустите дела Божии из-за жалоб, но поймите, что это может стать благословением для вас. Мы больше всего продвигаемся духовно и получаем от Бога в трудные времена пустыни. Безусловно. Пустыни у всех разные. Они проявляются по-разному. Но пустыня — это когда вы ощущаете пустоту или теряете что-то важное в жизни. Это время, когда никакие костыли не приносят вам радости. Это время, когда никто, кроме Бога, не может восполнить вашу нужду. Это побуждает нас полагаться на Него. И эта зависимость от Бога создает реку, которая течет от Бога в нашу жизнь. Я хочу, чтобы вы знали, когда я смотрю на свою жизнь, то вижу, что больше всего рос в самые трудные времена. И теперь, когда я смотрю на свое служение, то вижу, что основанием Ему является пустыня. Послушайте, не тратьте время в пустыне понапрасну, но учитесь идти по пустыне с ожиданием. И даже если вы будете ощущать пустоту, помните, что Бог работает с вами под поверхностью. Вы ищете воду на глубине в эти времена, которые могут казаться крайне неприятными. Помните, Павел получил тот же урок, когда был в пустыне. Он столкнулся с посланником сатаны. Он попросил Бога, чтобы тот забрал это от него, потому что ему было больно. Но Господь сказал ему, «Павел, моя сила совершается в твоей слабости. И в твоей слабости я сделаю тебя сильным, возлюбленный. Я люблю вас, и Бог любит вас. Если вы научитесь идти по пустыне, прославляя Бога верой, благодаря Его за то, что получаете, Бог сделает для вас нечто особенное, что можно сделать лишь в пустыне». Поэтому помните, жизнь — это цикл. Она состоит из сезонов радости и пустыни. Давайте научимся проходить через все это с радостью и благодарностью в сердце. Давайте ходить верой, а не видением или чувствами. Когда мы поступаем так, то становимся сильнее. А когда мы становимся сильнее, то становимся счастливее, потому что мы сильны прежде всего в нем. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за то, что смотрите нас. Как видите, я в Израиле, позади меня Елеонская гора и Иерусалим. И пока я был здесь, ко мне подходили многие люди и говорили, что видели меня по телевизору. Это были как верующие евреи, так и люди из других стран и даже неверующие. Они узнают меня, потому что смотрят нашу программу. Ваша финансовая поддержка делает это возможным. Ваши пожертвования нашему служению используются на благовестие в этой стране. Дорогие мои, Иисус вернется очень скоро. И если вы ощущаете, что Он стучится в ваше сердце, побуждая вас пожертвовать свои финансы, сделайте это немедленно, потому что Иисус скоро вернется и вознаградит вас за все ваши дары, отправленные на Его цель. Я люблю вас. Спасибо вам. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса. Заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на Мой народ, и тогда Мое имя будет на них. Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам Свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица Своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом». Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютубе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. Редактор субтитров А.Семкин